Передовые технологии проникли даже в подвал. Общедомовые приборы учёта здесь работают в режиме онлайн. С помощью этого устройства все жильцы могут ознакомиться с объёмами потребления ресурсов. Пока отображается только расход горячей и холодной воды. Осенью будет доступна и информация про отопление. Дом к холодам готов, рапортуют в управляющей компании. Паспорт готовности к отопительному сезону коммунальщики уже сдали в администрацию. Сколько у нас сменили задвижек в доме, сколько сменили вентилей, когда сделана изоляция. В этом году у нас стояли дома все на промывке. То есть мы сделали полностью промывку всей системы. Осталось заполнение системы, то есть когда ПСК начнёт нам заполнять систему. И включение отопления, всё. То есть мы уже на полной стопроцентной готовности. Жилой фонд Краевой столицы готов к отопительному сезону на 80%. Это 4,5 тысячи многоквартирных домов из 5800. Теплоэнергетики приняли все объекты социальной инфраструктуры. Детские сады, школы и больницы. Если сравнить с прошлым годом, то в принципе мы идём по всем показателям, по всем трем направлениям соцсферы на квартирные дома и коммунальные инфраструктуры в параметрах прошлого года. Объекты социальной сферы подготовлены были на неделю раньше. Со своей стороны энергетики Пермской сетевой компании подготовили уже 289 центральных тепловых пунктов. Это 96% от плана. Завершены традиционные гидравлические испытания теплосетей. Однако не все управляющие компании торопятся провести опрессовку в своих домах. Достаточно большая степень подготовки на сегодняшний момент. Но есть, к сожалению, у нас управляющие компании, которые, видимо, не хотят готовиться к отопительному сезону. И нам нужно, говорится, местные управляющие компании никого об этом взбодрить. Нерадивых коммунальщиков ждут самые строгие меры. Отопительная система в Перми должна быть полностью готова к 15 сентября. За это время городские власти и теплоэнергетики должны решить все текущие вопросы, чтобы к началу холодов батареи в квартирах пермяков прогрелись должным образом. При этом стоит помнить, что с этой осени изменится и система оплаты. Счет за тепло будет приходить только во время отопительного сезона, а не в течение всего года, как это было раньше. Александра Михеева, Василий Дулепинских, Телевизионная служба новостей.